Дорога и Добра — Здравствуйте! — С наступившим Новым Годом! — Спасибо! — Окончательно наступившим Новым Годом! Это я для того, чтобы перейти к одному из моментов деятельности организации «Дорога и Добра». Давайте поговорим о том, мы презентовали, анонсировали это мероприятие, акции «Счастливый Новый Год», который традиционно проходит. Давайте итоги подведем, как прошло. Детишки, подопечные «Дорога и Добра» делали традиции подарки к Новому Году. Давайте с этого начнем, с новогодней тематики. — Все прошло очень здорово и успешно, я считаю. Мы провели большую новогоднюю ярмарку в Джимоле, на которую посетили более 500 человек. Благодаря нашим партнерам и нашим друзьям и рукодельницам, которые нам помогали формировать ярмарку. То есть там были представлены поделки не только наших детей, но и нам помогали рукодельницы города своими изделиями. — Мастерицы. — Да, наши мастерицы. — Ну а чем плохо слово «рукодельницы»? — Мастерицы, рукодельницы. — Нам удалось собрать за этот день 50 тысяч рублей, которые пойдут на занятия, на развитие наших детей, подопечных детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот, ну помимо конкретно этой большой нашей ярмарки, ярмарки проходили в организациях города, то есть мы много где побывали с нашими ярмарками. Вот, и... — Надежда, вот можно уточнить, просто вот в многих... То есть вы приезжали в организацию, разворачивали ярмарку? — Да, именно так все происходило, да. Мы заранее договаривались с какой-то организацией, то есть у нас уже много таких организаций, наших друзей, которые нас приглашают. Ну, в основном это закрытые такие ярмарки, какие-то большие организации, там, допустим, Сбербанк, Энергосбыт, ну вот, где мы дружим с руководством, где нас приглашают. — Которые участвуют активно в жизни, в организации. — Да-да-да, в благотворительности. — То есть такие большие организации, где людей много, собственно говоря. — Да, большие организации, да. Мы приезжаем туда с нашими ярмарками, людей, работников предварительно, ну, рассказывают им, что мы приедем. Они готовятся. Мы приезжаем, раскладываемся, и вот целый день они имеют возможность приобрести сувениры для праздника. Вот. И когда мы подвели итоги, в общем, благодаря всем вот этим ярмаркам, нашим новогодним мероприятиям, мы собрали около 200 тысяч рублей на работу нашей организации. — А это было только к Новому году привязаны вот эти? — Ну вот конкретно эти ярмарки и мероприятия. — Просто я предлагаю бессрочным абсолютно сделать эту тему. — Да, мы это делаем в течение... — Тем более праздники у нас регулярно бывают. — Подарки, тем более такие классные подарочки не всегда нужны. — Вещи очень хорошие, очень теплые, очень душевные, правда, качественные. Вот. Вообще мы это делаем периодически в течение года. Вот, например, в апреле будет Пасха, в этом году, 28-го. Вот. Мы планируем тоже ряд ярмарок обязательно сделать, потому что это правда пользоваться большим спросом. Это не только фандрайзинговая такая штука, ну, то есть привлечение средств, но это еще и мы рассказываем о нашей организации. Много людей узнает. — До Пасхи-то еще довольно много времени. — Да еще 8 марта есть такой популярный праздник. — Да, 8 марта. Почему бы что-то такое особенное, теплое не сделать сюда для мам, для пап? — Нет, это здорово. — Да, тут и 23 февраля. — Ну да. Мы с ярмарками, то есть это такой формат, ну, не каждый раз можно его применить, скажем так, но все наши изделия можно всегда приобрести за благотворительное пожертвование. Сейчас даже не только за благотворительное пожертвование. Всегда можно приобрести у нас в организации. То есть мы это делаем и под заказ, и любое керамическое изделие можем сделать. То есть это нужно просто с нами связаться, позвонить или зайти на сайт. — Озвучивайте. — Телефон, скажите, да? — Конечно, озвучивайте. — Телефончик скажите. — 46-75-10. — 46-75-10. — То есть можно просто набрать этот номер, позвонить, сказать, вот у меня есть интерес, я хотел бы там несколько керамических изделий, условно говоря, там, ну, для коллектив, например, свой поздравить женский с 8 марта, да? — А сайт региональный? — Можно договориться? — Да, и нужно, потому что мы это делаем уже официально, то есть у нас уже много, несколько заказов коммерческих было выполнено, в том числе и даже в Москву. — То есть можно, в принципе, и номенклатуру обговорить, то есть с собой я хотел, да? — Делаем все, что попросят, делаем в фирменных коробочках, красиво упаковываем, отправляем куда угодно. — Все, правда, красиво и очень качественно, и очень на таком хорошем, высоком уровне. Это, правда, такой приятный подарок и эксклюзивный. — Эксклюзивный. — Телефон озвучили, давайте адрес еще. Напомню, Роза Люксембург 68А, да, это Карла Маркса и Роза Люксембург, соответственно, пересечения дворец, то место, где все это делается, то место, в котором депутаты городские. — И сайт дорогой добра.рф. — Да, рорди.ру. — Да, два адреса. — Да, да, два адреса. Так, мы прервали немножко. — Да, вот, в общем-то, и все на этом, в плане новогодних мероприятий. Да, мы хотели бы рассказать просто о наших планах и то, что мы делаем сейчас. — Мы как раз и хотели спросить об этом. — Да, да, да. — Подождите, еще вот вы озвучили суммы там, на что конкретно? Вы сказали, что на текущую деятельность пойдет нам. Можно еще поподробнее? — Да. — Какие основные моменты удастся? — Наверное, сейчас как раз вопрос о проекту, о том, что у нас... — Мы в этом году, вернее, в прошлом году, в конце прошлого года выиграли второй президентский грант. То есть это уже вторая наша победа в этом конкурсе. И как раз мы продолжаем тему мастерских и работы центра. То есть в прошлый, который президентский грант был, часть средств пошла на ремонт, как раз помещение на розыгрык Сембург-68А, часть на скрытие керамической мастерской нашей и часть на работу, соответственно, каких-то этих мастерских. В этом году новый проект называется «Открываем двери в новое». С помощью этого проекта мы открываем столярную мастерскую, свечную мастерскую, открываем новое направление в керамической мастерской и на работу. — Так, давайте сейчас, видимо, по частям. — По частям. Давайте начнем с керамикой, потому что то, что вы делали раньше, мы уже знаем хорошо, у меня дома, извините, несколько предметов есть, они мне очень нравятся. — Я немножко разобью, почему именно эти мастерские, почему именно эти направления и так далее. То есть наша организация уже скоро 8 лет, 25 января, день рождения, занимается поддержкой семей и детьми с особенностями развития. То есть первый наш проект, который мы вообще начали, это был направлен на самых маленьких ребят, это «Право на маму» в 2019 году, первый грант, который мы областной получили, это «Профилактика социального сиротства», и этой темой мы занимаемся все эти годы. То есть с другими фондами им сейчас сотрудничаем по этой теме. То есть это ребята от 0 до 3 и их семьи. Дальше ступень, которая идет последовательно, это развитие детей от 3 до 5 лет. То есть вот как раз «Счастливый Новый год» и так далее — это те средства, которые подпойдут на работу этих групп. Дальше следующая ступень — это у нас подготовка к школе, и как раз начинаются мастерские. То есть вот то, что ребята с 6 лет у нас занимаются, начинают в керамической мастерской, кулинарией занимаются, и дальше у них подготовка к школе — это логоритмика, это учение чтению, говорить, математика. У нас там есть специальный класс, там настоящая доска, там парты, подготовка к школе, потому что нашим ребятам бывает тяжело привыкнуть к школе, не сразу они привыкают, а тут они уже все это попробовав, увереннее идут в школу и там лучше занимаются. Атмосфера создается. Помимо того, что я хочу... Да, хочу подчеркнуть, что, например, в этом году наша организация перед 1 сентября провела большую конференцию для педагогов нашей области, где они показали новые, современные и инклюзивные методики, которые применяются в нашем центре обучения чтению, письму, речи. Я правильно понял, это вы показали учителя? Да, то есть мы в этом году выпустили две методички самостоятельно, то есть наши педагоги... По инклюзиву как раз таки. Да, и вот, соответственно, уже такой опыт накоплен, и вот мы вот в подготовку к школе, и вот сейчас у нас новые семинары появляются по альтернативной коммуникации, мы их продвигаем дальше и пытаемся обучать педагогов, волонтеров, родителей. Это альтернативная коммуникация, чтобы они ее могли применять. Когда пройдет ближайшая серия обучающих? В феврале. В феврале запланировано, да? Будете приглашать педагогов? Да, конечно. Следующий этап – это младшие школьники. У них уже более интенсивные мастерские, больше они занимаются какой-то такой деятельностью, которая связана на коммуникацию, различные другие занятия, физкультура, танцы, театр есть у нас свой. И старшие школьники. Вот старшие школьники в октябре прошлого года, опять же, мы открыли направление типография, то есть наша типография, которая сейчас является частью нашего филиала на Егоровской. То есть ребята занимаются не только… Почему типография? Потому что типографию можно разбить на разные части, там можно и заниматься какой-то механической работой резкой, например, сгибанием и так далее, а можно работать на компьютере, верстать макеты и так далее. Дизайнерская работа. Да, то есть такой спектр, как его дел, который можно делать в типографии, он большой. Но там не только то, что они приходят и начинают работать, и там специальность какую-то получают. Там есть и обычные наши занятия, то есть у них там работа с психологом, круг, общение, коммуникация. И вот как дополнение занятия типографией. Ну и типография, соответственно, сейчас направлена не на какое-то зарабатывание денег, ничего-то, она именно на потребности организации, на обучение, на развитие навыков. Но она что-то выпускает? Да, конечно. Это уже такой готовый продукт, да? То есть к Новому году все вот наши афишки, буклетики. Все мы уже обеспечиваем. Наша газета, которая ежегодная. Газета, раздаточный материал, всевозможные. Да, наша типография обеспечивает уже наш запрос. Мы выходим хотя бы пока что на этот. И, соответственно, в продолжение всего этого остается, что у нас взрослая жизнь, шаг в будущее, то есть как наши ребята будут жить дальше. То есть, соответственно, сопровождаемое проживание, сопровождаемая занятость. Прежде чем приступить к такому важному шагу, то есть мы, сразу скажу, еще не совсем готовы шагнуть в эту область, хотя мы изучаем довольно-таки плотно это все, нам необходимо развитие направления, какими у нас ребята будут заниматься. То есть вот типография – это первый шаг. Что непосредственно они смогут делать даже, будучи взрослыми. И поэтому наша задача теперь, как родители, как организация общественная, дать им всевозможный спектр, что они могут делать. То есть у нас уже есть керамическая мастерская, у нас уже есть типография, ткацкий, таки у нас маленькие, как его для пробы, что такое, как его ткачество. У нас есть пока примитивное, как его, свечное производство. И вот следующие шаги, которые мы будем делать, это столярная мастерская и мастерская свечная. То свечи уже посерьезнее, то есть это резные свечи. То есть это уже требующие более важных навыков каких-то там, каким уметь. Александр, прошу прощения, у нас сейчас будет небольшая полоза, после которой мы подробно, буквально через 40 секунд, поговорим. Прервемся. Мы вернулись. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Мошкин, представитель организации «Дорога и добра» и Надежда Прокушева, специалист организации по связям с общественностью. Невольно у меня тут воспоминания. Самые теплые, надо сказать, воспоминания о столярной мастерской школьной, связанной с детством. Наивкуснейший запах дерева и удовлетворение и радость от того, что если ты делаешь что-то правильное, у тебя это всё получается, выливается в какие-то вещи. Ой, сколько на 8 марта досок разделочных, мамам сделано всяких толкушек. Сколько табуреток, надеюсь, ещё сделанных нашими руками осталось. Табуреток, скворечников, всевозможных приспособлений и так далее. Хочу спросить, то же самое или с учётом специфики, безусловно, детской? Конечно, с учётом специфики. Прежде чем принять такое решение, чтобы мы будем создавать столярную мастерскую, мы посетили, скажем так, как самые известные в России столярные мастерские именно направленности для детей с ОВЗ. Первая столярная мастерская, в которой мы были, это мастерская Центра лечебной педагогики в городе Москва, Андрей Тевкин, руководитель. Сколько она уже существует? Я имею в виду столярное направление. Не менее пяти лет, то есть с опытом работы. Взывается она «Артель блаженных», она работает с ребятами, у которых есть психические отклонения. А возраст ребят? Вот по возрасту, то есть она имеет как раз направление сопровождаемое трудоустройство. То есть ребят довольно-таки взрослые. И они там работают и получают деньги. То есть это уже работа. Да, это работа. И она у них тоже включена в такой большой комплекс. У них есть сопровождаемое проживание, такие называются тренировочные квартиры, где ребята проживают под наблюдением социального работника. Они на этих тренировочных квартирах обучаются готовить, стирать. Элементарным моментом быта. Это по большому счету так же, как вы готовите к школе, то есть они уже погружаются в реальную обстановку, просто под наблюдением. То есть платить по счетам, квартплату, чтобы то, что они потом могли жить самостоятельно. И вот одним из элементов, то есть они живут, готовят. И они ходят на работу. И по будним дням они ходят на работу, там занимаются, а по субботам у них там праздник какой-то бывает. То есть такой коммуникация. — Ритм нормальной жизни такой, Севастопольный. — И, соответственно, раз это у нас уже работа, то есть это не творчество, меньше творчества. — Не хобби. — Соответственно, там есть своя специфика, что, например, вот этот молодой человек, он шлифовщик. Этот молодой человек, там, как его, там, у них делают елочные игрушки деревянные и там на стеклышке домиков. То есть он там, как его, стекла обрабатывает. — То есть идет специализация. — То есть идет специализация. — С одной стороны это хорошо, что человек какую-то операцию знает, он ее выполняет и выполняет хорошо. И плюсом то, что здесь идет все-таки материальный стимул, что он за это деньги получает. То есть у него появляется не только интерес, там, ну, то есть если шлифовать просто стеклышки, наверное, интерес скоро пропадет. — Ну, если бы на постоянной основе. — Материальная заинтересованность. — Да, материальная заинтересованность. То есть как его они получают, помимо того, что видят, что они, каковую красоту делают. Эта красота востребована. То есть также она идет очень часто на сувениры. Ну, елочные игрушки так, в принципе, расходятся. — Ну, то есть каналы сбыта налажены, в общем, эти продукты. — Да. — То есть, соответственно, еще за это получают какую-то минимальную, там, небольшую, но зарплату. Потому что работают они не очень долго, то есть несколько часов в день. Но все равно это работа. Дальше следующая организация, которую мы посетили, это Антон тут рядом, город Питер. Ребята с расстройством аутического спектра работают. Там уже... — Тоже столярная мастерская. — Тоже столярная. Все про столярные мастерские. Соответственно, ребята там работают уже младше, подростки. И у них уже там творчество идет. То есть они вот тут делают какие-то вещи. Очень бывает, очень интересные у этих ребят, получается, вещи. Они художественные. И вот эти уже вещи идут на работу организации. То есть это творческая работа. То есть у них нет такого, что они тут приходят, от сих до сих дорабатывают. Вот столько-то планов у них там. Это творчество. То есть как у нас керамическая мастерская. — То есть там каждый уже делает некие изделия. — Да, какие-то изделия, они... — На свободную тему. — И шлифовщик. — Да, и едий. Нет, они уже сам законченное изделие. Сначала до конца получается красота, которую можно продать, можно обменять, можно еще что-то с ней сделать. — А что вообще делают столярные мастерские вот такого рода? — А, игрушки, сувениры, подносы. — Те же доски разделочные, да? — Коробочки какие-то различные. — Шкатулочки, да. — Да, то есть у них очень красивые. У них там полосатая серия есть. Но это такие необычные, красивые. — Сувениры, которые можно на сувенир, не стыдно дома поставить. То есть вот такая вот история. У них в то же время также есть керамическая мастерская, типография тоже существует. И они это еще комбинируют различно. То есть блокнотик там в шкатулочке, листовочка еще в чем-то там. Ну то есть комбинация идет как и в различных мастерских. И еще плюс школа Святого Георгия в Москве. Там уже совершенно другой немножко направленности. Там столярная мастерская. Но она как метод реабилитации. То есть там занимаются ребята с тяжелыми множественными нарушениями, которых, может быть, даже в руке не бросают. — Которым трудно своими руками, пальцами. — И работа в столярной мастерской идет как этап реабилитации. Там специальные станки. То есть они из Германии, они стоят очень дорого. Они полностью механические. То есть там нет никакого электричества. Там все на ручной, ночной, ножной тяге. Соответственно, полностью вся безопасность. То есть там невозможно практически презаться, как его пораниться и так далее. И вот ребята, которые… Им тяжело вообще просто брать инструменты. С помощью этих станков могут что-то сделать. Причем вот какие у них там станки есть. Это лобзик такой механический. Он самый велик. Ножной привод у него. Ножной привод. То есть можно ногой нажимать, и он будет там крутиться. Потом сверлильный станок, чтобы можно было что-то сверлить. И пила. Такая специальная. Она там на шарнирах, на всем прочем. И можно пилить. И вот при помощи вот таких вот вещей, таких станков, ну и плюс небольшой ручной инструмент, которым еще можно пользоваться. Ребята делают изделия. Соответственно, эти изделия уже простенькие. То есть они, как его, не такой сложности имеют. Но все равно это ручная работа. Это ребенок, который вот у него… Он просто молоток в руки врезать не может, но у него получается при помощи станков. Закончено хорошее изделие. Причем они… У них именно принцип такой, что они просто берут даже полено, грубо говоря, и вот его доводят до этого изделия. То есть все вот как его… Все этапы. То есть убрать кору, распилить, стамеской как его править, там просверлить дырочку. Что-то из этого получится. Ну, что у них там получается. Получаются там какие-то плошки, ложки, там какие-то изделия, подсвечники и так далее. Так, в общем, время бежит. В общем, вы побывали, вы увидели много всего интересного, что непосредственно в Кирове… Что у нас будет. То есть у нас какая-то комбинация, скажем так. То есть наша, как его, столярная мастерская – это комбинация из-за их секретаря. То есть это однозначно будет инструмент реабилитации, ребят. Рабилитации. То есть они будут получать эффект в плане развития. Дальше. Будет элемент творчества. То есть мы будем делать изделия, которые будут присутствовать у нас на наших ярмарках. Они будут радовать наших детей. То есть это будет элемент творчества. То есть тоже будет присутствовать. и они будут делать законченные изделия. Что же это будет? Это будут сувениры. Посуда, игрушки, скворечники. Да, то есть спектр очень большой. На чем же они будут работать? Я говорил, есть в артеле блаженных там станки, то есть там производство. Есть ручной инструмент, есть там что-то как и руками работаем. Есть дорогие немецкие станки. Есть там они в основном ручным тоже инструментом пользуются. У нас будет немножко разделено. То есть мы закупили, давайте с этого начнем, какие станки. То есть будет токарный станок. Он уже есть. Мы уже станки и ручной инструмент закупили. Мы сейчас только ждем, когда у нас придут верстаки. И мебель. Это мебель, которая для столярки. В общем, для того, чтобы полноценное рабочее место организовать для рекламы. Есть токарный станок, фрезерный, торцевая пила, лобзики. Так, что еще? Лобзики электрические или ручные? Вот есть, вот о чем мы поговорим. У нас родители сразу же это все, богатство увидев, как его сказали, а как у нас дети на этом будут работать. Не поранятся ли? Да, не поранятся. Техника безопасности и так далее. Вот на первом изначальном этапе, когда мы начнем работать, у нас за станками будут работать педагоги и родители, которые будут делать заготовки. То есть, мы от полена не будем все-таки переходить, мы будем подходить все-таки от заготовок, которые были готовы, но так, чтобы их можно было еще обрабатывать и соединять. То есть, вот, то есть, наша задача, вот как у нас идет с керамикой, у нас же глину замешивают все-таки не дети, у нас замешивают все-таки какие-то технолог, да, обжигают все-таки, как и в печке, не дети, обжигают тоже технолог. То есть, дети как его как раз занимаются формированием этого изделия. То есть, здесь, в принципе, такой же принцип, то есть, да, то есть, есть какие-то заготовки, из которых получается уже обработкой детей какие-то изделия, то есть, вот такой принцип. В то же время это не так, что они пришли, зашли в столярную мастерскую и давай пилить, строгать, чтобы что-то получилось. У них также будут элементы коммуникации, то есть они будут собираться, они будут общаться, у них будут элементы общения, чтобы они сделали, как его представили своим родителям, что они сделали. То есть все эти этапы, которые у нас есть и сейчас, как и по всем, по керамической мастерской, по ИЗО, это все будет присутствовать и в столярной мастерской. То есть они будут проходить полный спектр. Так, еще раз повторим, что на сегодняшний день уже имеется? Часть станков уже закуплена. Станки закуплены все. Станки все, инструменты все, не только верстаков, как я понял, и мебель. Да, верстаки еще. Они уже в своем помещении. Великое ли помещение там было? Нет, к сожалению, нам уже не хватает того помещения, что у нас на розове Симбурга. То есть у нас есть отдельный пристрой-коридор по плану, который там присутствует. Вот у нас будет размещаться там помещение небольшое, но у нас, в принципе, группы будут пока небольшие. То есть 4, максимум 6 детей. Какого возраста вы туда планируете? Начинаем мы с подростков. С подросткового возраста. Да, с подросткового возраста. Это пока пробная наша группа. Это нужно понять, то есть мы должны нащупать ту эту... Жилу, которая будет давать результат. Пробная группа. Будет результат, мы поймем, как это все правильно сделать. Группа будет дальше. Ну и, соответственно, как у нас мы начинаем мастерские, ну, даст Бог, что даже 6 лет будем. Соответственно, еще раз повторю, чтобы не пугались. Ребята работают под присмотром. У нас будут, помимо педагогов, волонтеры присутствуют всегда на каждом занятии, которые будут следить, чтобы ребенок не поранился. Ребята будут работать только с ручным инструментом. То есть они не будут там токарный станок включать, начинать какого-то там пилить, строгать или там наслиным заниматься. Вот, соответственно, ручной инструмент. Под присмотром всегда. Вот тоже хочется выточнить, под чьим непосредственно... Во-первых... Человек с образованием должен быть, профессиональный педагог должен быть. То есть уже есть, да? Да, мы нашли педагога. Помогите надежно. Да, он никогда не работал с детьми с особенными детьми. Но хочется сказать, что у нас ни один педагог когда-то не работал с особенными детьми. Все когда-то начинали именно на эту стезю ставали. Мы с ним пообщались. Он нам очень понравился. Мужчина? Мужчина, да. Мужчина. Ну да, нам нужен мужчина. Вот, мы его нашли. Мы очень надеемся, что мы ему подойдем, что он сможет найти подход. Вот, мы в него верим. Окончательная договоренность уже есть. Да, он уже у нас есть, но у него нет опыта. Но мы будем всячески... Не опыта столярный, как его делали. Да, да, опыта с детьми. Опыта работы именно с особенными детьми. Да, да, да. Он со столярным оборудованием и в этой области он специалист. Он не имеет опыта пока еще с нашими детьми. Но мы будем всячески ему помогать. То есть он будет проходить тоже обучение и всяческую помощь от нас получать. В общем, вот, посмотрим, как у нас пойдет. Когда столярная мастерская должна запуститься? В феврале. В феврале уже скоро. Планируем с первого. Уже скоро, да? Ну вот у нас буквально оборудование все закуплено, инструменты закуплены. Ждем верстаки, которые идут, они должны изготавливаться в Москве, придут сюда к нам. Верстаки тоже отличаются, да? Ну, школьные, ученические верстаки. А, или обычные. Ну, ученический верстак, да, столярный. Обычный ученический школьный верстак. Ну, как по нормам, по ГОСТу, да, размеры там у него и так далее. Да, конечно. Вот, и там небольшие закупки мебели, чтобы это все хранить. Стеллажи какие-то, да, шкафы. Понятно. Так, нам нужно сделать декламную пункту. Вопрос у меня созрел. Откуда материалы, откуда дерево, собственно, воду. Хороший вопрос для нашего лесного края, да. Да. Заключили уже договоры? Откуда травишки? Да. Я хочу напомнить все-таки, что данные, все наши мастерские и весь этот проект проходит при поддержке фонда президентских грантов. Мы выиграли без 40 тысяч 2 миллиона рублей на все эти наши развития. То есть 1 миллион 960 тысяч. Да, да. Сам проект. Сам проект, сейчас прям сумму скажу, оценивается в 3 миллиона 645 тысяч. Ну, там софинансирование. Да, и софинансирование наши уже денежки. Еще хочется сказать, что в этом проекте запланировано, что около 100 детей будет участвовать в творческих мастерских. Во всех. А сейчас сколько работают ребяток? Вообще у нас уже более 300 детей. Более 300? Центр посещают уже. А вот именно в мастерских работают? Ну, чуть меньше, но просто так, как мы расширяем наши возможности, мы уже сможем брать больше детей. Вот сейчас планируется около 100, потому что был запрос со стороны родителей именно на развитие коммуникативных, социально-бытовых и вот этих предпрофессиональных навыков у детей. И поэтому мы вот расширяем спектр всех наших услуг. Более 100 детей и, соответственно, 100 семей, в которых мы... 100 семей в рамках президентского гранта. То есть у нас другие семьи в рамках других фондов идут. То есть это именно под этот проект 100 детей. Под этот проект, да. Тут будут получать вот эти услуги 100 детей. Соответственно, 100 семей мы берем еще в работу родители обязательно. То есть мы не работаем с одним ребенком, мы всегда берем семью. То есть родители... То есть полей нет, собственно говоря, приводить в виде готовок. Да, да, да. То есть родители у нас получают тоже консультативную информационную помощь, будут проходить арт-вечера в том числе и для родителей. То есть это тоже очень важно, чтобы поддержать мам и пап в данной ситуации. И более тысячи занятий мы планируем в рамках вот этого президентского гранта. Вот именно вот этого. В течение года он будет проходить до конца... 19-го, да. Да, до конца 19-го года. Консультации, семинары, это все тоже запланировано. И более 90 педагогов мы планируем привлекать со стороны, то есть из других организаций, чтобы они принимали опыт и потом его могли применить и транслировать уже в других своих организациях города и области. Это у вас принцип в том числе. Умеешь сам научить другую. Да, это очень важно, потому что... Мы являемся в стажировочной площадке Института развития и образования Кировской области, то есть официально. Важное уточнение, да. И фонд Елены Гедоний-Тимченко тоже являемся в стажировочной площадке. Нам приезжают из других регионов, обучаются у нас официально. Мы распространяем все дальше в другие регионы. Ну что, времени, конечно, не очень много. У нас остается буквально 5 минут про столярную мастерскую. В общем и целом мы так поняли. Это самый сложный момент, мне кажется. В феврале запускаетесь, дай бог, что называется. Будем следить. Как у вас дела идут. Давайте про свечную тоже. Про свечное производство еще немножко поговорим. Это тоже специфическая очень вещь такая. Я думаю, что каждый, наверное, теоретически может сказать, как делается свечка. А вот практически... Вот, честно говоря, я сейчас голову напряг еще. Свечки мы делаем давно. То есть мы делаем их очень примитивные. То есть это берется лист вощины. Туда кладется фитилек и он закатывается. То есть это самое простое. Это может сделать любой ребенок. Причем воск, он такой податливый. Ну, безусловно. И он дает очень интересный запах. Он теплый на ощупь. То есть ребятам очень нравится. Ну, то есть это вот такая вот самая простая вариант, как можно сделать свечку. И мы их делаем. И на наших ярмарках всегда эти свечки присутствуют. Тут все посложнее. То есть мы будем закупать, вернее, закупили уже оборудование, оно еще просто не пришло, но в дороге для изготовления резных свечей. То есть технология там следующая. То есть делается основа из парафина. То есть там специальный воскоплав стоит. В одном из отделений большом у него парафин. С помощью специальных форм делаются базовые такие основы на фитиле. Дальше эти основы в этом же воскоплаве есть специальное отделение, где воск разных цветов. Эта основа опускается последовательно в каждую, ну не в каждую, как мастер задумал, цвет. Получается, что на этой основе несколько слоев различного цвета воска. И потом при помощи специальных ножей можно этот воск срезать. И получаются очень красивые вещи. То есть они там лепестками получаются различными. И цвета разные, да? Да, то есть разные цвета, там спектры получаются. То есть очень красиво, цветы очень красивые. Это богатые свечи такие, да? Да, и то есть опять же подглядели мы, в том числе и Антон тут рядом. Там же также ребята этим занимаются. У них там небольшое разделение есть. То есть то там немножко все-таки воск горячий. То есть он там до 90 градусов нагревается. Нужно дать время, чтобы он потом остыл. Да, то есть как его нужна сноровка сноровка. И вот, соответственно, но изготовление там основ, резку, это можно доверить ребятам. И там же есть еще много операций, там просушка, там все остальное. То есть простор для фантазии тоже есть. Да, то есть это очень красивое. И в принципе не так сложно. Вот, соответственно. А потом, когда это ты еще поджигаешь и видишь, да, что источник еще красивый формат. 24 февраля будет «Спорт во благо». Вот, давайте, у нас полторы минуты. Да-да-да. Будет регистрация у нас на сайте. Телефон 467510. Все, можно позвонить, зарегистрироваться. Это лыжная гонка опять у нас. Да, вот, Надежда, у вас больше, чем секундочек времени. Давайте подробно расскажем, что это будет. Не торопитесь. Не торопитесь. Да, две секундочки. В общем, это будет опять же проходить на там у трамплина как-то. На Подгорной. Да-да-да, на Подгорной. Подгорной, да. Да, снова будут разные дистанции. По-моему, мы в этом году хотим сделать большую одну дистанцию для профессионалов. 10 километров. И маленькую дистанцию, по-моему, 3. Вот, сейчас мы еще детали... Не, ну там, безусловно, поменьше будут. Там в несколько сот метров. Да-да-да. Это самая большая вот такая. Будет регистрация. Мы хотим сделать раннюю регистрацию со сниженным вступительным взносом. Мы приглашаем всех желающих, как коллективно... Регистрация когда откроется? Ну, я думаю, что в ближайшие дни, потому что мы сейчас вот как раз договариваемся о всех деталях. Уже, наверное, со следующей недели начнется. Это вот на сайте Дорога Добра. Все у нас на сайте. Дорога Добра. Ну, соответственно, в соцсетях будет сообщение. Да, в соцсетях. В группах, группах, да. Контакт и Фейсбук у нас. А так общие условия акции остаются прежними. Все точно так же, либо коллективно, либо индивидуально, со вступительным взносом. Дети, взрослые, всех мы ждем. И также приглашаем партнеров. То есть у нас есть генеральный партнер, у нас есть официальный партнер. То есть если компания желает стать партнером этой... Поддержать нашу инициативу. Приглашаем. Выходите и обсуждайте. 24 февраля. Ну, напоминаем, что можно участвовать рабочими коллективами, трудовыми. Да, любыми. Можно индивидуально просто с семьей. Любыми коллективами. С семьей, с детьми туда прийти, поучаствовать. Но перед этим все-таки... Зарегистрироваться. Зарегистрировать. И внести взнос. Ну, я думал, мы как-то уже на весну перейдем, но не успели. Не успеем. Много информации. Придется до весны встретиться еще один раз. Да, мы будем с радостью ждать приглашения. Обязательно. Обязательно. На этом завершается программа «Мужской понедельник». Благодарим наших гостей Александр Мошкин, представитель организации «Дорогу и добра» и специалист по связям с общественностью организации Надежда Прокушева. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Вам тоже удачи.